Здравствуйте, меня зовут Антон и я администратор 3ginfo.ru Так и добрался до меня Micromax Q415 Сначала думал, стоит ли вообще про него что-то снимать Но в принципе лучше поздно, чем никогда Люди каждый день спрашивают какие-то вещи про этот телефон Поэтому давайте сегодня рутанем это устройство И установим на него кастомное рекавери В нашем случае это будет ТВРП Как всегда мы будем это делать по статье Декера Которая вышла еще аж в том году А уже прошло полгода и один месяц В общем-то давайте сразу приступим Как вы уже поняли компьютер нам потребуется Также потребуется сам телефон Ну и не помешает вставить в него карту памяти Я это сделаю чуть-чуть попозже И в общем-то ссылка на статью, которая открыта у меня на экране Она будет в описании к данному видео Для начала нам нужно скачать архив Некоторые люди нижней строчки не замечают Архив запаролен и пароль указан под кнопкой скачать Поэтому мы его берем, просто-напросто распаковываем Вводим пароль И все у нас успешно распаковывается И мы получаем папку с кучей файлов После этого на телефон нам нужно поставить программу Дебаг меню Аксесс Из Google Play Давайте сейчас мы этими займем Соответственно заходим в маркет Для того, чтобы он у нас работал Лучше, чтобы у нас был интернет Как мы видим, интернет появился Все у нас заработало И ищем программу Дебаг меню Аксесс Главное, чтобы разработчик был указан декер Устанавливаем ее Далее заходим в меню для разработчиков И включаем там отладку по USB Как мы видим, она у нас выключена После того, как это сделали Нам нужно подключить наш телефон Уже не в зарядку, как это сделано у меня А в компьютер И далее нам нужно зайти в диспетчер устройств И посмотреть, появилась ли у нас Android ADB девайс в этом самом диспетчере устройств Как мы видим, он у нас появился Также у нас появилось три неизвестных устройства Пока их не трогаем И всего лишь в одну кнопку Мы запускаем скрипт Соответственно скрипт у нас вот он И запускаем его Отладку мы активировали Драйвера установлены И в общем-то нам осталось только нажать любую кнопку Давайте то и сделаем это У нас на устройстве появился запрос авторизации До этого он у нас не был авторизован Поэтому Делаем этот запрос И так как телефон у нас в режиме bootloader не перезагрузился Просто-напросто запускаем скрипт еще раз Сейчас у нас телефон перезагрузился Теперь Нажимаем любую клавишу Выбираем Какую версию нам шить Давайте третью прошьем Почему бы и нет Видим, что у нас все записывается И нам предлагают нажать любую кнопку Для перезагрузки Нашего смартфона Нажали Смартфон пошел перезагружаться Как здесь написано Для того, чтобы телефон загрузился Именно в кастомной рекавере Нужно Его включить При помощи Кнопки громкости вверх И кнопки включения питания И если у нас хоть раз Загрузится Android То Он перезапишется Стоковым рекавере И надо все будет повторить Заново Как вы видите Я заговорился Телефон у меня пошел Загружаться далее Поэтому давайте сейчас мы Уже по-быстрому Перезапишем Это все дело И включим телефон Уже правильно Сейчас я зажал кнопку громкости вверх И нажал Enter Для того, чтобы у нас телефон Снова перезагрузился И как мы видим ТВРП у нас появился И все у нас здесь хорошо Дальше рассказывается Ручной Способ И дальше рассказывается еще Про установку Рутправ Но для установки Рутправ нам потребуется Скопировать этот файл На флешку Сейчас у меня флешка лежит Просто-напросто Возле компьютера Я ее вставляю напрямую Она у меня пустая Я беру Копирую Файл Бета Суперсу 2.52 Извлекаю флешку С компьютера И возвращаюсь И возвращаюсь К телефону Здесь ничего не делаем Просто-напросто Свайпаем Потом Выключаем телефон Телефон у нас Просто так Выключаться не хочет Ну в принципе Здесь не критично Никаких операций Записи или чтения У нас не идет Вынимаем аккумулятор Вставляем Флешку И также флешка Пригодится для того Чтобы сделать бэкап Возвращаем на место Аккумулятор Для красоты Все это дело Закрываем крышкой И Включаем телефон Зажатой кнопкой Громкости Вверх Как мы видим ТВРП у нас загрузился И сейчас мы не будем Устанавливать рут А для начала Давайте сделаем Бэкап Для того Чтобы Если у нас Что-то пошло не так То мы Смогли успешно Восстановиться Делаем это на Карту памяти Только почему-то Она у нас занимает 12 мегабайт Возможно Какие-то проблемы С флешкой Как мы видим Проблемы с флешкой У меня оперативно решились 16 гигабайт Выбираем Что нам Копировать На всякий случай Я еще выберу Модем И Свайпаем Вправо Сейчас у нас Производится Резервное копирование Всех-всех-всех Файлов На телефоне Которые были И если Например Вам потом Перехочется Иметь рут На этом телефоне То достаточно будет Откатиться На то состояние Которое было У меня Сейчас И Также При получении Рут-доступа Начинаются Какие-то шалости И потом С телефоном Могут быть Очень большие Проблемы Поэтому данные Бэкап Лучше всегда Иметь И Ни с кем Им не делиться Потому что Там все-таки Находятся Личные данные Обычно Они есть Хотя бы Учетка После того Как бэкап Сделается Лучше скопировать Его на компьютер Так как На компьютере Место больше А на флешке Место меньше И оно нам Пригодится Для более Благих целей Как мы видим Процесс создания Резервной копии А просто-напросто Бэкапа Подходит К концу И После этого Возвращаемся Обратно Также Давайте Теперь все-таки Поставим Рут Для этого Заходим В install У нас Выбрана Уже Наша SD Карточка И Выбираем Наш Beta Super Super До этого Я чуть-чуть Промахнулся Свайпаем Вправо И Рут У нас Пошел Устанавливаться После этого Перезагружаем Систему Нажатием На кнопку Reboot И в общем-то Осталось только Проверить Наличие Этого самого Рут Доступа Для этого Можно Скачать Какой-нибудь Рут Чекер Пускай Это будет Первый Он у нас Часто мелькает В видеороликах И Нажимаем На Кнопку Проверка Рут Как мы видим Появился у нас Запрос От Super Su И Мы видим Что Нас Поздравляют И Рут Доступ У нас Получен Телефон У нас Micromax Q415 Также Я Сразу Вам Советую Подключить Телефон Компьютеру В качестве Способа Подключения Давайте Укажем Подключение SD-карты Зайдем Зайдем На эту SD-карту Из папки Tvrp Backups Мы Достанем Наш Самый Этот Backup Причем Я просто Скопирую Сразу Папку Backups Для того Чтобы Не восстанавливать Потом Всю эту Структуру Папок И давайте Еще раз Пройдемся По статье В ролике Я не рассмотрел Третий Вариант Про Установку ADB Драйверов То есть Если Вы ничего До этого Не делали С этим Самым ADB То у вас Это устройство Не появится И нужно Эти драйвера Будет Установить Инструкция По установке ADB Драйверов Есть В сети Там В принципе Все Легко И Если у вас Это устройство Не появилось То дальше Делать нет Ничего То дальше Делать нет Никакого Смысла Также Decker Нам облегчил Установку То есть Нам не пришлось Вводить все эти команды За нас Все это Делал скрипт Но если у вас Что-то Идет не так То Скрипт Может не отработать И надо знать Хотя бы Текст ошибки И в каком моменте Вы Не правы Для этого вам поможет Ручная установка Ее я не рассматривал Как вы видите У меня Все и так Прекрасно Заработало Ну и еще раз Повторю Надо обязательно Делать бэкапы Без этого Ничего хорошего У нас не получится Если что-то Испортится То надо потом Будет его искать И искать это сложно Лучше себя Просто-напросто Огородить от всего этого И держать Хотя бы Стоковый вариант У себя На компьютере Надеюсь Вам было все понятно Если я сниму Еще какие-то видеоролики То аннотации на них Вы увидите На своем экране С вами был Антон Один из администраторов 3ginfo.ru Большое спасибо Декеру за способ Ссылка на статью Находится в описании К данному видео Если вам потребуется Вернуть стоковый рекавери То там можно будет Нажать на определенную циферку И прошьется Именно он До скорых Встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok